А общедоступный театр Мухадина Нагоева откроет новый седьмой сезон примера спектакля «Семейные истории» по пьесе сербского драматурга Билина Исреблянович. Картинки из нашей жизни, так называют пьесу, сами актеры-трупы. Что нового увидит зритель, интересовалась Фатима Магомедова. В одном из белградских жилых районов со старой архитектурой, потрескавшимся асфальтом, сломанными урнами и перерытыми газонами стоят многоэтажки. Контейнеры и старые вещи, различные бытовые отходы отражают не социальный статус, а уже основное положение среднего класса в посткоммунистической эре. Именно такое увидела Югославию ее уроженка Билина Исреблянович. Взрослую сказку про детей она написала в начале 90-х. Ни сироты, ни по характерам, ни в повседневной жизни, ее герои – маленькие граждане разрушенной страны. Декорации сцены напоминают квартирку из прошлого, какие обычно строят дети. По аналогии игры дочки-матери, они притворяются взрослыми, вводя зрителя в шок, изображая не лучшие качества старшего поколения. Пьеса именно про то, что в мире не хватает любви. Любви к родителям детей и отношения взрослых к детям. Уже на протяжении многих лет выбор произведений оставляет за собой директор общедоступного театра Мухадин Нагоев. Вот и на этот раз пьеса Сырблянович в репертуаре не случайна. Как не надо жить, и какими быть не стоит, пьеса-пособие для взрослых. Каждая премьера не только для актеров события. Абсурд, трагедия, любовь и юмор, чувства у зрителя всегда очень разные. Анимация, графика, виджейинг, использование новых технических средств в этом сезоне, надеются в трупе, добавят впечатлений зрителю. Семейные истории Беляны Сырблянович, артисты Московского театра «Современник», играли еще в начале 2000-х. Спектакль проходил под другим названием «Мама, папа, сын, собака». Автор писала пьесу под впечатлением югославских событий. Однако в премьере, которая состоится уже в субботу, о войне будет сказано минимум. Фатима Магомедова, Анзор Каширока, Вести, Кабардино-Балкария.